В эфире «Американский метод». Здравствуйте! Сегодня поговорим о международной обстановке, которая сложилась вокруг кризиса на Украине. На что сегодня похожа наша международная жизнь? А похожа она на конфликт в подворотне. Дядь, скажи, который час? В мою молодость, наверное, в вашу, в разных городах были такие случаи с вами, когда городская шпана встречает припозднившегося прохожего и думает, да, мужик здоровый, но давайте мы его обработаем, немножко потрясем. И вперед засылают маленького, тщедушного, но удивительно наглого пацаненка, который подбегает и говорит, дядь, дай закурить. Дядя в ответ ему говорит, слушай, а не рано ли тебе курить? И тут из-за угла вываливается Ватага во главе с самым главным буйным бугоем, который говорит, а ты чего маленького обижаешь? И начинается то, что начинается. Вот примерно такая же ситуация складывается сейчас вокруг кризиса на Украине. Украина – это маленький пацаненок, который очень задиристый и хочет решить все свои проблемы на востоке Украины одним кровавым ударом. Но мешает ему большой взрослый мужик, это Россия, который говорит, не надо хулиганить и убивать людей. Но за пацаненком стоит шпана Ватага разбойников во главе с англосакской мафии США и Великобритании, которые держат подчинение своих, как бы это помягче сказать, союзников, которые готовы в любой момент влезти в драку, но тоже боятся. Сейчас вы увидите интервью с журналистом Джо Лаурия, который 25 лет проработал в ООН. Он много где был, его журналистская биография очень богата. Это и Ближний Восток, и Югославия, и вот Сирия. Об опасностях международных отношений в нынешнем непростом периоде Джо Лаурия. Если помните, что было прошлой весной, тогда тоже были стянуты российские войска. Произошло это в ответ на размещение дополнительных сил украинской армии у линии разграничения на Донбассе. Тогда Россия потянула своих военных, собственно, так же, как и сейчас. Но Зеленский через какое-то время отступил, вероятно, по указаниям из США. Что примечательно, в Вашингтоне тогда, ничего не говорили о российском вторжении, о котором они кричат сегодня. Так что же изменилось? Дело в том, что Ваш МИД опубликовал проекты договоров России-США и НАТО о гарантиях безопасности. Россия провела красную линию. И что же мы услышали от США? Это крик о вторжении. Что я имею в виду под возможной ловушкой для России? Если действительно будет наступательная операция украинских войск, то перед Кремлем встанет выбор. Оставить людей Донбасса, что создаст политические проблемы для Москвы, или же поддержать Донецк и Луганск. Причем тем же способом, как и раньше. Помогать оружием и разведданными. Если украинские вооруженные силы смогут прорваться на Донбасс, а ведь есть сообщение Яха Ньюс, что на протяжении последних пару лет, ЦРУ обучая силы специального назначения Украины, если они прорвутся на Донбасс, что делать России? Стоит ли отправлять регулярные части своей армии? Это будет вторжение, которого так ждут Соединенные Штаты, которому они так подстрекают, о котором они уже кричат на протяжении многих недель, о неизбежном вторжении. Это повлечет за собой санкции против России и осуждение действий России по всему миру. Америка окажется победителем. Вот про это я говорю, когда имею в виду ловушку. Как ответит Россия в случае наступления украинской армии? Если она ответит с помощью своей регулярной армии, это будет воспринято США и НАТО, и большей частью мира, которые, как я боюсь, уже тоже подготовлены при помощи этой непрерывной риторики к этому вторжению, о нем говорят все. Есть прецедент в новейшей американской истории, когда подобные ловушки были использованы. Одна из них была в случае с Ираком, когда Саддам Хусейн грозился оккупировать Кувейт. Американский посол Эйприл Гласби сказала ему, что США не занимают ничью позицию в разногласиях арабских стран в таких спорах, как ваш пограничный с Кувейтом. В то время и другие представители Госдепартамента также говорили, что США не будут вмешиваться в эту ситуацию. Саддам вторгся в Кувейт. И что случилось? Конечно, США ответили на это по полной. Почему я думаю, что это была ловушка? Потому что США помогали Ираку в разных сферах и способствовали вторжению в Иран после Исламской революции 1979 года в Тегеране. Это спровоцировало разрушительную восьмилетнюю войну, в которой погибли 2 миллиона человек с обеих сторон, со стороны Ирака и со стороны Ирана. Эта война ничем не закончилась, зашла в тупик. Но вооружение и армия Саддама были еще достаточно серьезными и представляли угрозу интересам США в регионе. А далее сработала ловушка с Кувейтом, которая позволила США уничтожить армию Саддама Хусейна. И мы помним шоссе смерти, когда иракские подразделения выходили из Кувейта, США открыли огонь по этим отступающим солдатам и убили сотни, возможно, тысячи людей, чьи тела были разбросаны вдоль шоссе, которое ввело из Кувейта обратно в Ирак. Второй пример. Збигнеб Жизинский, бывший советник по национальной безопасности в администрации Джимми Картера. В своем интервью французскому Nouveau Observator он открыто признал, что США поставили ловушку для Советского Союза. США в то время вооружали и поддерживали маджахедов в Афганистане в борьбе против афганского правительства, которое поддерживал Советский Союз. Жизинский хотел, чтобы советы в Афганистане получили то, что США получили во Вьетнаме. Он, как и многие другие, считает, что это послужило одной из основных причин распада Советского Союза. И он признал, что это была ловушка. Это два примера, как США умеют играть в свою игру. И я боюсь, что они могут поступить так и с Россией в нынешней ситуации. Ослабить Россию и в конечном итоге покончить с Россией Владимира Путина. Так же, как они пытались покончить с Советским Союзом, возможно, им даже это и удалось с помощью той самой ловушки. За нынешним политическим кризисом на Украине стоит призрак Жизинского. США говорят, что распространяют демократию. Я думаю, что некоторые чиновники верят этой риторике. Но есть примеры, как США свергают демократические режимы в Чили, Гватемале, Иране. И то же самое они сделали на Украине с Януковичем в 2014 году. Некоторые чиновники – настоящие хладнокровные империалисты. Жизинский был одним из них. В 97-м году он писал в своей книге «Великая шахматная доска», что на самом деле без Украины и влияния на нее Россия будет только азиатской державой, никак не европейской. Поэтому НАТО продвигается и дело только в этом. США говорят, что они осуждают Россию за то, что она хочет получить с верой влияния в Европе, что это все 19-й век. Но и у США есть сфера влияния и в Европе, и в Латинской Америке. Доктрина Монро до сих пор жива. Жизинский был советником Обамы в 2014 году, во время переворота на Украине в Киеве. Я полагаю, что он тогда критиковал Обаму за то, что тот не смог пойти дальше и не отправил на Украину солдат США. Жизинский спал и видел, как отрезать Украину от России. И за этим переворотом стоял Жизинский. Это была его доктрина, я бы так сказал. И до сих пор в США следует его заветам. Расширяют НАТО в Восточной Европе, чтобы вытеснить Россию, чтобы она была только азиатской региональной державой. Но с новым альянсом между Россией и Китаем это не тот мир, в котором жил Жизинский. Сейчас все по-другому. И сейчас отношения между Китаем и Россией не такие, как раньше. Я должен сказать, та ловушка, которую Жизинский устроил Советом в Афганистане, очень похожа на нынешнюю. Только ее цель – свергнуть Путина, который обратил внимание на происходящее во время своей мюнхенской речи в 2007 году. У американцев больше нет такого лидера, на которого можно повлиять, как на Ельцина, который не хотел расширения НАТО, но в конце концов был подкуплен. Стране тогда нужно было финансирование. Конечная цель США – это новое правительство России с изговорчивым лидером, вроде Ельцина, чтобы они могли себя вести так же, как в 90-х, делать народ России беднее и в то же время набивать кошельки людей на Уолл-стрит и остальных на Западе. Эта риторика холодной войны началась с мюнхенской речи Путина в 2007 году. Тогда в Вашингтоне поняли, что больше нет России и Ельцина, а что есть новый лидер, и нельзя с ним вести дела так, как прежде. А значит, тотальный контроль над Россией у них установить не получится. Они поняли, что новый лидер встал на защиту своей страны и ее интересов. В своей речи он вспомнил о договоре, который был заключен, когда пала Берлинская стена между Джеймсом Бейкером, госсекретарем, и Горбачевым. Договор о том, что в обмен на признание России воссоединения Германии НАТО не будет расширяться на восток. В 2007 году в своей мюнхенской речи Путин сказал, что Россию обманули, и никто не помнит обещания не расширять НАТО на восток. В последние 13 лет, и это мы видим, у России было много терпения, несмотря на продвижение Североатлантического альянса вплоть до российских границ. Мы пришли к тому, что теперь терпение у России кончилось, и она сказала, хватит. И в Вашингтоне сразу закричали, неминуемо российское вторжение, и таким образом толкая Украину начать наступление на Донбасс. Но любой, кто посмотрит на карту, увидит, что США и НАТО двигаются к границе России, и отчасти ее уже окружили, спровоцировали переворот на Украине. Это одна из важнейших тактик Бжезинского, который говорил о том, что нужно отодвигать Украину подальше от России. Все это восходит к риторике времен Холодной войны. Мои ровесники, и люди постарше, мы помним всю эту Холодную войну, когда многих американцев учили не верить и даже не любить Советский Союз и Россию. Все это продолжается многие годы. Вот хороший пример. Фиаско Раша Гейт, когда Россию обвинили в избрании президента Дональда Трампа. Потратили 32 миллиона долларов на расследование спецпрокурора Роберта Мюллера. И он в итоге не нашел никакого сговора между Россией и избирательной компанией Трампа. Ноль. И даже не было найдено доказательств на компьютерах Демократической партии, не говоря уже о том, что это якобы сделало ГРУ. Неважно, кто раскрыл правду по поводу имейлов Хиллари Клинтон, но Раша Гейт был важным шагом с целью возобновления риторики Холодной войны в отношении России. Все началось с украинского переворота в 2014 году. Россию стали изображать так же, как изображали Советский Союз, как империалистическую державу. Это я хорошо помню, когда работал в ООН репортером на протяжении 25 лет. И когда Путин приезжал на Генеральную ассамблею ООН, он говорил об альянсе США против исламского государства, чтобы США и Россия сражались с ним как с общим врагом, так же, как США и Советский Союз сражались против нацистской Германии. Американские СМИ представили это как продвижение российского империализма в Сирию. Сейчас все достигло пика в этой бесконечной риторике. Россия наконец-то сказала «хватит! Хватит НАТО! Мы больше не можем этого принять! Нам нужна другая архитектура безопасности в Европе!» Вашингтон нервничает. Макрон прилетел в Москву. И немцы хотят, чтобы Россия была частью структуры безопасности в Европе. А это все идет вразрез доктрины Бжезинского, которую, по моему мнению, США сейчас и притворяет в жизнь. Не дать странам НАТО оказаться в сфере влияния России в Восточной Европе. Эти страны становятся сферой влияния Америки. Будь я не на российском, а на американском телевидении, меня назвали бы российским агентом, путинской марионеткой. Это старый трюк. Если ты с чем-то не согласен по какому-либо ключевому вопросу, тебя клевещут, назовут иностранным агентом, как меня и остальных, кто критикует Соединенные Штаты. Политика в отношении Украины и России сейчас такова, что нельзя просто смотреть на факты и делать собственные заключения и не воспринимать американскую риторику, которая настолько интенсивна, что заставляет даже Зеленского, президента Украины, сказать «Успокойтесь». Косово было по большей части албанским. Оно находилось в составе Сербии. Оно было религиозным центром, и албанцы хотели получить независимость от Сербии, присоединиться к Албании. Но этого так и не произошло. Но на Донбассе все произошло после переворота в Киеве в 2014 году. Были выборы, Януковича избрали президентом, за голосованием наблюдала АБСЕ и сказала, что это были честные и свободные выборы. Они получили западную печать одобрения. Но то, за что проголосовал Восток Украины, было отменено кровавым переворотом, который на Западе и США назвали революцией достоинства. В основном революция происходит против монархов и диктаторов, а не против избранных лиц. Поэтому это переворот. После этого люди в Крыму проголосовали за присоединение к России и люди на Донбассе провозгласили о своей независимости от остальной Украины. Это спровоцировало гражданскую войну и нападение со стороны киевских властей. Жителей Донбасса назвали террористами, но по сути они борцы за демократию, потому что голосовали за человека, которого скинули. Что касается Косово, то это была просто попытка поделить Сербию со стороны Запада. Там были их бизнес-интересы, крупные американские базы, это совершенно другая история. Ситуацию из Косово придумали американцы после бомбежек Боснии, а затем и в результате нападения на Сербию и бомбежек Белграда. Эти две ситуации похожи только тем, что правительство страны не хочет отделения части государства, но в остальном эти случаи разные. Двойные стандарты в американской внешней политике повсюду. Посмотрите на Джона Керри, бывшего госсекретаря США, то, что он говорил о воссоединении Крыма с Россией после референдума. Государства не вторгаются в другие страны, не отбирают у них территорию в 21 веке, это было возможно в 19 веке. И это тот самый Джон Керри, который голосовал за вторжение в Ирак. Это его страна развернула полномасштабное вторжение в Ирак, где погибли сотни тысяч ни в чем не повинных людей в 2003 году. Эти же люди сегодня говорят о российском вторжении. Это двойные стандарты. К сожалению, американское общество не очень хорошо образовано, и оно не способно разглядеть эти двойные стандарты. Люди не понимают, что двойные стандарты это неотъемлемая часть американской внешней политики. Косово может отсоединяться, а почему по тем же самым причинам Донбасс не может сделать то же самое? Как я объяснял, там был переворот. Двойные стандарты часть американской внешней политики. В последнее время очень интересно наблюдать официальные встречи американских чиновников из Госдепа и администрации президента США с прессой. Вернее, интересно наблюдать и очень занимательно только за одним журналистом, который действительно является журналистом, а не западным пропагандистом. Это корреспондент Associated Press Мэтт Ли, который на брифингах, на встречах с чиновниками из Госдепа на пресс-подходах задает всегда очень неудобные вопросы пресс-секретарям ведомств Госдепа, Пентагона или из администрации президента США. И вот в этот раз, когда истерия так называемого русского вторжения на Украину достигла точки кипения и к прессе вышел пресс-секретарь Министерства иностранных дел США Госдепа и начал говорить о том, что вот русские вот-вот ворвутся на Украину, Мэтт Ли начал задавать вопросы. А где ваши доказательства? Помните, как из этого знаменитого фильма «Красная жара»? Какие ваши доказательства? Вот он спрашивал, а у вас какие доказательства, что они ворвутся? Скажите мне на это. У США есть информация о том, что Россия планирует сфабриковать видеоатаки украинских военных или спецслужб в качестве предлога для дальнейшего вторжения в Украину. Пропагандистское видео, видео с графическими сценами фейковых взрывов с изображением трупов, актеров, притворяющихся скорбящими, изображениями разрушенных объектов или военной техники, полностью сфабрикованные российской разведкой. Россия дала понять, что готова продолжить дипломатические переговоры в качестве средства деэскалации, но подобные действия говорят об обратном. В каких действиях идет речь? Что мы знаем, Мэтт? Так это то, как я только что сказал, что они планируют определенные действия, занимаются этим. Чем занимаются? Подождите, какая активность? Вы выходите, говорите это и ожидаете, что мы просто поверим информации без малейшего доказательства того, что это действительно правда. Если вы сомневаетесь в надежности правительства США, правительства Великобритании, других правительств и хотите найти утешение в информации, которую дают русские, я не спрашиваю о том, что дают русские, что вы даете и что это должно означать. В результате чиновник сел в лужу и ничего не мог сказать по существу. Но это не первый случай, когда Мэтт Ли сажает в лужу спикеров из американской администрации. Так было из ПСАКи. В ответ американские чиновники из этого оплота свободы демократии обвинили Мэтта Ли, что он чуть ли не русский агент и провокатор. Вот такая нынче американская свобода, которую они всем навязывают. То, что случилось с журналистом Associated Press Мэттом Ли, это экстраординарно. Хотя он просто делает свою работу. В 2003-м мы критиковали правительство за вторжение в Ирак. И когда Колин Пауэлл показывал пробирку с порошком в феврале 2003-го, я был в этот день в ООН. Я этому не поверил. Но и не только я, но и Ханс Бликс, один из инспекторов ООН, и Мохаммед Аль-Бородей, который был главой МАГАТЭ, тоже тогда этому не поверил. И много кто не поверил тогда. И теперь никто не верит тому, что продает «Нед Прайс». Если только они не покажут доказательства. Что интересно, во всей этой истории, когда авторы «Консорциум Ньюс» начали критиковать Госдепартамент и потребовали доказательств в истории с «Раша Гейт», реальных доказательств вторжения в Ирак нас оклеветали и назвали «защитниками Саддама» и «марионетками Путина». И то же самое происходит сейчас с Мэттом Ли. И это реально любопытно, потому что журналист «Ассошейтед Пресс» Мэтт Ли является мейнстримовским репортером. Он задает неудобные вопросы на протяжении многих лет. Мы хорошо его знаем. Но что интересно, и они его терпят в Госдепартаменте. Они как бы говорят, у нас все еще есть пресса, которая задает неудобные вопросы. Им нужен этот один парень, который будет задавать неудобные вопросы про доказательства. И который говорит, что ваше заявление это не доказательство. Но что интересно, они его так же сейчас оклеветали, как и «Консорциум Ньюс». Они сказали, что он занимает пророссийскую сторону. Пресс-секретарь Белого дома Джейн Псаки недавно обнародовала доказательства убийства главаря ИГИЛ. Один из журналистов в это не поверил, как и не поверил тому, что террорист сам подорвал жилет смертника и убил 13 человек. И это после того, как «Нью-Йорк Таймс» и остальные опубликовали статьи о том, что США скрывают подобные расправы. И после того, как «Вики Ликс» уже опубликовал разоблачение военных преступлений, расправ над мирными жителями в Афганистане и Ираке, они не стали проводить расследование, вместо этого бросили в тюрьму Джулиана Асанджа и хотят его обвинить в шпионаже в США. Вот так США отвечают всем журналистам, в том числе и Асанджу, всем тем, кто разоблачает их ложь и рассказывают об их преступлениях. Они посадили его в тюрьму, а всех журналистов, представляющих альтернативную точку зрения и «Консорциум Ньюс» назвали российскими агентами. Но теперь они поступают подобным образом в отношении репортера, который представляет мейнстрим-издание. В этом разница. Мэтта Ли назвали тем, кто верит российской информации, а не американской. И потом Джейк Тапер на CNN посвятил свой выпуск тому, как нам врет правительство снова и снова, и что они должны представить доказательства. «Нью-Йорк Таймс» опубликовала длинную статью о том, что правительству нельзя верить. Почему CNN и «Нью-Йорк Таймс» опубликовали материалы вроде тех, что публикуем мы, о том, что правительство врут, и что надо представлять доказательства, потому что оклеветали и их. Поэтому они теперь знают, каково это, когда ты просишь предоставить доказательства, то сразу становишься агентом России и становишься тем, кто оправдывает Саддама Хусейна. Это очень важный момент, который может изменить всю прессу. Это сейчас очень важный момент, когда они раскрыли вранье США и администрации Байдена и назвали их пропагандистами и врунами, которые хотят оправдать войну. Как это уже было с белым порошком и оружием массового поражения в Ираке с постановочным видео, которое русские якобы собираются сделать сейчас. Они настолько наглые, настолько самоуверенные, что им ничего не будет за эту ложь, что даже не думают, что мы, журналисты, попытаемся дать больше информации, не раскрывая источники и способы ее получения, а просто обвиняют сразу репортера Мэтта Ли в том, что он заодно с Россией. Я надеюсь, что этот момент изменит проправительственную прессу в Америке, потому что она становится более скептически настроенной и требует доказательств. Такого не было во времена Раши Гейт, не было во времена вторжения в Ирак, когда они, по сути, дали зеленый свет вторжению, в результате которого погибли сотни тысяч людей. Когда США является стороной конфликта, у Организации Объединенных Наций нет практически никакой власти для разрешения этого конфликта. Яркий пример тому 2003 год, накануне вторжения в Ирак. Тогда США хотели получить резолюцию от Совета Безопасности ООН. По уставу на войну можно идти только для самообороны или если получено разрешение Совбеза. Разведданные, секретные сообщения и признание тех, кто попал в плен свидетельствуют о том, что Саддам Хусейн помогает террористам. И США отправились в ООН, но против них выступили не только Россия, Китай, но и Франция, Германия, которая тогда была постоянным членом Совбеза. Американцев это просто привело в состояние бешенства. И что они сделали? Они все равно осуществили вторжение в Ирак. Они хотели разрешения, не получили его и все равно вторглись в Ирак. В нынешнем противостоянии с Россией за Украину никогда не будет подобной резолюции, потому что Россия или Китай наложат вето. И другие страны, вероятно, воздержатся от голосования. Единственная страна, которая проголосует за, будет Британия. Франция, скорее всего, воздержится. В общем, такой резолюции не будет. Зачастую генсеки ООН были марионетками США. Исключением был второй генеральный секретарь Даг Хамаршоль. Он выступал как против США, так и против СССР. Некоторые считают, что за это он расплатился своей жизнью в авиакатастрофе в Африке. Новое расследование показало, что американские, британские и южноафриканские разведслужбы стояли за его убийством в отдаленном регионе Африки. Поэтому нужно быть аккуратным в противостоянии с такими силами, как США. ООН это очень полезная организация, но у нее есть свои ограничения. США доминирующая сила как в мире, так и в ООН. ООН во многом является отражением того, как работает этот мир. Вы знаете, я бы отказался от каких-либо советов, я не русский, и пытаюсь встать на позицию России и на позицию США, но советы давать не буду. Я, кстати, знал Сергея Лаврова, когда он был послом в ООН в 90-х, и он выходил из здания Совета Безопасности, пил виски, курил сигары с репортерами, к нему легко можно было подойти. Он отличный дипломат, мы еще тогда это знали. Россия в хороших руках с Лавровым в качестве министра иностранных дел, и русские сами лучше знают свои интересы. Я не военный стратег, чтобы давать какие-то советы, и как Россия стоит ответить. Я могу рассказать о той ловушке, которую я вижу в нынешней ситуации. Я считаю, что с 14-го года президент Украины работает на правительство Соединенных Штатов Америки. Байден в 14-м году был вице-президентом. По мнению Виктории Нуланд и Джеффри Пайта, Байден был своего рода повитухой в этом всем перевороте, в результате которого к власти пришел Яценюк. И тогда внезапно появился еще сын Байдена и попал в Совет директоров Бурисмы, о чем мы писали еще в 2014-м году. А это всплыло только во время нашей последней избирательной кампании. Монсанто пришла на Украину, другие американские компании. Обама фактически поставил Байдена на пост наместника на Украине. Он управлял Украиной. И он хвастался во время встречи Совета по внешней политике, что сместил генпрокурора Украины, который объявил о том, что запускает расследование против Бурисмы, где работал в Совете директоров сын Байдена. А Байден-старший сказал, что транш от МВФ будет задержан, если прокурор не будет убран со своего поста. Он этим хвастался, он гордился этим. У него была такая большая власть, что он мог добиться увольнения прокурора Украины, Виктора Шохина. После этого демократы сказали, «Нет-нет, он был коррупционером, этот Шохин». И вот сейчас, буквально на днях, были опубликованы новые документы, в которых говорилось, что Госдепартаменту нравился Шохин, он хорошо работал. Это показывает, что Байден соврал о причинах увольнения Шохина. В общем, картина такова. США контролируют Украину. Не уверен, что люди на Украине, особенно в западной ее части, знают это или вообще хотят это знать. Украина хочет вступить в Евросоюз. Люди думают, что станут сразу богатыми, у каждого будет по Мерседесу в гараже. Они думают, что вступление в ЕС улучшит их жизнь, которая у них не очень хороша. Я думаю, что украинцам стоит самим поразмыслить над тем, что происходит, в том числе и на Донбассе, насколько у них не хватает суверенитета, как сильно они зависят от другой страны. Это должно заботить каждого украинца, даже запада страны, всех, кто хочет в Евросоюз. Люди должны понять, даже самое сильное правительство не должно вмешиваться в их дела и тем более провоцировать конфликт, которого никто не хочет, кроме США. Американцы, вернее, англо-саксонская элита действуют по хорошо отработанной схеме. Они это делали и с Югославией, делали это и с Ираком, и вот решили этот метод опробовать на нас, на России. С помощью этих провокаций они хотят только одного. Англичане хотят захватить Крым. Снова как в 1855 году захватить Балаклаву, наконец-то оккупировать Севастополь и утвердиться там. Это их историческая мечта. Выполнить предупредительную стрельбу, как понял, прием, подтвердить по курсу Дефендера. Ну а американцы хотят доминировать. Они хотят полностью подчинить себе эту несчастную страну Украину, поставить там ракеты, гарнизоны и начать вблизи наших границ работу. Работу по развалу и расчленению России. Разделить ее наконец-то это сердцевина земли. Работа эта будет продолжаться не один десяток лет еще. И таких кризисов, которые сейчас мы переживаем, мы увидим много-много раз. Они не остановятся. Сопротивляться этому нужно. Любыми способами. Ну, конечно, не доводить до войны. Всего вам доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова